аккумуляторная мойка очень богатая комплектация остатки масла сош металлической стружки самая грязная часть работы а еще одна задача всем привет это канал мастер форум с вами тестовая команда потребитель и сегодня аккумуляторная мойка высокого давления greenworks модель называется gdp w60 dp работает от двух 60 вольтовых аккумуляторов но рабочее напряжение 60 то есть может работать от одного мы уже проверяли скорее всего здесь та же схема что у снегоуборщика последовательное переключение между батареями чтобы избежать перегрева но мы это проверим в ходе работы максимальное давление 250 бар номинальное 200 расход максимальный семь с половиной литров в минуту то есть характеристики как у большой серьезной мощной сетевой мойки при этом компоновка такая визуально как видим немножко отличается большие колеса вся конструкция внизу низкий центр тяжести транспортировать очень легко без проблем способна забирать воду из боди и всасывающий шланг для ведра идет в комплекте вот из боди мы сегодня и будем работать но в комплекте есть также штуцер чтобы подсоединить шланг и подавать воду от водопровода два режима работы норма нормальный и экономный режим это очень богатая комплектация в плане насадок три насадки распылительные с разным углом 15 25 и 40 градусов насадка штатная для распыления моющего средства и turbo щетка turbo фреза так называемая пистолет с фиксатором сбоку в общем-то хороший такой качественный пистолет с быстроразъемными соединителями защита от случайного включения снимаем будет работать отщелкиваем не будет работать а теперь я коротко о том что мы будем делать этой мойкой потому что на самом деле аккумуляторная мойка это такой не были немножко непонятный кракозябр мощная аккумуляторная мойка зачем она нужна оказалось бы логика мыть машину у себя на участке теоретически возможно технически возможно с точки зрения законодательства нельзя есть ограничения серьезно я думаю что мы еще этот вопрос проработаем с юристами и сделаем статью ссылка на статью позже будет в описании к видео кажется что мыть какие-то там средства что-то на берегу водоема где-то далеко от электричества нельзя законодательно опять же запрещено что логично загрязняете территорию загрязнение окружающей среды и вырисовывается такая концепция применения так такой мойки мыть что-то сильно загрязненная но потому что она мощная мыть там где коммуникации подвести по каким-то причинам проблематично электричество и воду и при этом отмывать можно с точки зрения закон законов и всяких других ограничений ну и вот пример такой задачи попался нам металлообрабатывающий станок какой-то древний сразу скажем что он идет под капиталку поэтому мыть его водой можно нас попросили его отмыть отмывать тут как минимум 2 локации сильно загрязненных металлообрабатывать соответственно здесь остатки масла сош металлической стружки вот перед капиталка все это дело желательно хотя бы немного попытаться отмыть станок пятитонные его скажем так не неудобно переносить на какой-то пост где можно работать сетевой мойкой в данной ситуации тянуть коммуникации далеко и неудобно поэтому аккумуляторная прямо отлично вписывается в концепцию она мощная она должна сбить эти отложения все десятилетней давности она совершенно автономная от аккумуляторов берем воду из ведра так что отмыть его я надеюсь мы сможем и она работает с пеногенератором в том числе что повышает наши шансы на успешное отмывание всего этого безобразия это скажем так это легкая часть работы более сложная она вот здесь вот вот самая грязная часть работы здесь на слове наслоение огромное там он пыль от ремней видела пропитанная маслом стружка и бог его знает что еще какой только дряни здесь нет все это надо попытаться отмыть действуем по стандартной процедуре сначала пытаемся сбить крупные загрязнения струей воды turbo фрезой например но заодно все это намочить потом наносим химикаты пену ждем когда пена отработает и после этого смываем смотрим что получилось при необходимости повторить 20 раз когда моешь машину примерно понимаешь куда полетят брызги воды а вот здесь очень много отражающих всяких поверхностей здесь я могу абсолютно точно утверждать что в морду точно чего-нибудь не прилетит поэтому я закрываюсь по максимуму в костюме с маской полна лицевой в перчатках и вообще больше от меня ни слова не услышите потому что я затыкаюсь маской и пошел работать погнали 15 градусов ставим насадку 15 градусов одну из самых мощных мощнее только turbo фреза и это еще даже не turbo фреза но мы сейчас все вот это вот зальем пеной и turbo фрезу попробуем на второй локации там где еще более грязно пока пена будет работать здесь как раз там все с объем все замочим и подготовим к нанесению пены там погнали у нас задача откровенно говоря не простая поэтому мы для этой работы используем не штатную штатную насадку пеногенератора дополнительные отдельные вот такой с регулируемым пенообразованием с регулировкой расхода то есть прямо вот серьезный профессиональный пеногенератор он дает как правило гораздо более интересный результат более качественную пену что нам и надо потому что иначе это все не отмыть как минимум мы видим что пена наносится по-разному то есть все регуляторы работают регулировки работают она быстро смывается но это видимо уже свойства самой пены а не аппарата сейчас попробуем смыть то есть она поработала какое-то время попробуем смыть посмотрим что в итоге получилось а на вид кстати неплохо я по аппарат берет эти вот застарелые отложения масло соши стружки сбивает достаточно эффективно химия тоже неплохо поработала то есть да здесь еще следы масла есть но это уже не такие это уже какая-то относительно тонкая пленка вот ее во первых можно попробовать еще раз наверное пеной пройдемся скорее всего это уже не критично то есть это надо отмывать там бензином растворителями но уже на этапе разбора и капитального ремонта у нас задача не отмыть до идеального состояния сбить грязь чтобы можно было подойти к станку и уже начать его разбирать ну вот здесь вот надеюсь видно что в принципе она так относительно чисто вот там вот внизу я практически не мыл вот она примерно какая-то в таком состоянии было здесь вот даже чистенькой даже не скользит но я посуду так чисто не мою дома как вот это вот от мыла настало время turbo фрезы это такая забавная насадка сейчас покажем на асфальте как она работает она бегает по кругу струей и отбивает это именно инструмент для удаления плотных слившихся тяжелых загрязнений то есть вот вот то что мы здесь наблюдаем вот это вот она если честно результат превзошел вот все самые смелые ожидания то есть сбивает грязь вот опять же это масло это сошь это стружка металлическая вот это то что холодной водой поедине отмывается сбивает до остается пленка загрязнений какая-то но для этого как раз таки химия и предназначена то есть мы основное сбили сейчас зальем пеной потом с моим посмотрим что в итоге получится должно получиться хорошо ну как мне кажется это уже можно на авито выставлять как будто это новый станок практически чисто на самом деле если всерьез то увидим что мойка неожиданно для меня если честно справляется с этой грязью я думал это можно отмыть только вот специальными мойками которые работают с горячей водой и совершенно жесткой химию не оказывается нормально это то есть 250 бар максимальное давление она сбивает эту грязь она ее химии отмывает то есть принципе это выглядит уже но не обезжиривает конечно но тем не менее такой задачи не ставилось в принципе вот с этим уже можно спокойно работать это можно разбирать капиталить и так далее всю грязь которая мешала дальнейшей работе мы убрали осталось нанести воск и и будет совсем идеально и отполировать а еще одна задача мытье поверхности стены полов мы перебрались в цех который отмывают под установку тех самых станков и попробуем здесь другую другое приспособление это щетка для мытья поверхности стены полов вот она так устроена здесь такая вот насадка которая крутится ворсистая поверхность по краям то есть по идее вот это вот загрязнение должно отмыть вот конкретно эта щетка рассчитана под мойки с давлением до 250 бар то есть к этой именно она подходит ну погнали попробуем ну вот проверяем как же работает машина от двух батарей смотрим одна батарея почти разряжена вторая тоже почти разряжена то есть она в ходе работы переключается с одной на другую чтобы не перегревалась тар батареи который данный момент работает за до решение эффективное мы его уже видели на другой технике например на снеговый бурщик восьмидесятую пальто попробуем с полом ту же схему что и со станком сначала намочить сбить стойкую грязь потом обработать химией а потом уже щеткой пройти от мыть я думаю когда вода высохнет эти три квадрата которые мы отмыли будут выглядеть так будто здесь люк подполье и там внизу что-то спрятано то есть они будут очень четко выделяться на фоне всего остального скром так мойка помогает здесь отмывать работает достаточно эффективно и в общем то может быть даже без щетки то есть четко скорее на мой взгляд для каких-то может быть менее тяжелых загрязнений оптимально и например для стен она достаточно легкая и удобно по стенам для сюда и возить ну и с такими с такой грязью справляется в целом неплохо но пожалуй теперь можно сделать какие-то выводы мойка мощная несмотря на то что аккумулятор на она реально очень мощная то есть заявлен 250 бар тут явно есть она очень мобильная что тоже оказалось удобно если мы говорим о том что надо куда-то подъехать и там что-то отмыть эффективно работает с пеногенератором у нее большой ассортимент насадок различных которые позволяют решать разные задачи бороться даже со сложными загрязнениями то есть принципе это действительно вот такой комплект который может решить любые наверное задачи по отмыванию чего-то и причем это чего-то может быть от садовых дорожек фундаментов домов такое применение вполне разрешено и скажем так на даче все же все кроме моторных каких-то там автомобилей мотоциклов и так далее один важный момент а помпа здесь пластиковая поэтому лучше периодически останавливаться и давать мойки время на охлаждение помпа не мучить его в непрерывной работы течение длительного времени на пользу это ей не пойдет но она мойка годится и для каких-то уже серьезных задач вот вроде как этот станок мы его отмыли и отмыли нормально вот эти задачи которые нужны под дальнейшим капремонт это прекрасно отмытый станок надеюсь было полезно друзья спасибо за внимание подписывайтесь впереди много интересного пока после съемки обратил внимание вот теперь не могу понять мойкой срезал что ли или как непонятно загадка